Меня зовут Даниил Белза. Я являюсь старшим сыном из 13 детей в семье. Наш папа Виктор Анатольевич Белза родился 1 февраля 1975 года в селе Сэмки, Мельницкая область, город Винница, Украина. Он был второй по счету из 12 детей в семье. Так как их семья была единственная верующая семья в селе, жизнь их была очень сложная. В 1989 году, когда папе было 15 лет, они выехали из Украины в США. В новой стране этой многодетной семье не было легко, и папа подрабатывал где мог, чтобы помочь семье. Когда ему было 18 лет, он устроился на бетонную компанию и через которое время начал работать сам на себя. Он принял водное крещение в поместной церкви Эммануэл в 1993 году, когда ему было 18 лет. В 21 лет он познакомился с нашей мамой Валентиной в Канаде, и 26 июля 1996 года у них была свадьба в Канаде. Наши родители прожили вместе 28 лет. У них родилось 13 детей и 5 внуков. В 2008 году, когда в США был экономичный кризис, папа пережил финансовые трудности. И видя, что то, над чем он работал, многие года вдруг не стало, он решил, что нужно строить то богатство, которое никогда не увянет и никогда не пропадет. Он не завел желание участвовать в миссионерском труде и был очень рад, когда ему доверили на одной из молодежных поездок в Мексику, быть старшим по уборке в автобусе и помощником на кухне. Так начался его труд в миссии в церкви. Так как он горел желанием проповедовать Иисуса Христа, он сильно хотел поехать в то село, где он вырос, чтобы рассказать им о Боге. Начиная с 2011 года, папа организовал три поездки в Украину, на которых мы заходили в каждый дом в его селе и в окружающих селах и рассказывали им о Боге. В 2014 году папа был рукоположен на дьяконские служения в церкви Эммануил, и через время он стал ответственным за миссионерский отдел в нашей церкви. В 2015 году организовывалась миссионерская база от нашего братства в Африке, в стране Мозамбик. Папа был поставлен как один из четырех ответственных за этот проект, и на протяжении всех этих годов это был его главный проект в миссии. В 2022 году на весенних каникулах мои младшие братья и сестры очень просили папу куда-то их завести на неделю. Он предложил им поехать на отдых или в детский дом в Мексику. Они, конечно, с большой радостью захотели и решили поехать в Мексику. Там они провели одну неделю в детском доме с теми детьми. После этой поездки у моих младших братьев и сестер загорелось очень сильное желание поехать с папой в Африку, и они постоянно ему напоминали и просили об этом. В 2023 году появилась возможность и папа с мамой, и со всеми десятьми детьми, которые жили с ними, полетели в Африку на целый месяц. Братья помогали папе и африканской рабочей команде в постройке церкви, а мама и младшие дети разносили помощь после свидетельствия об Иисусе Христе и организовывали детскую школу для детей. В 2024 году все очень хотели и упрашивали отца, чтобы еще раз поехать в Африку на миссионерскую поездку. Так как он только был вернулся из очередной поездки в Африку вместе с моим младшим братом, то ему говорили, что еще, может быть, лучше где-то попозже поехать. Его ответ был, что если он сейчас с семьей туда не поедет, то он уже никогда туда не попадет. В конце июля этого лета они отправились еще раз в Африку всей семьей с детьми, которые жили в доме на три недели. По приезду домой, в общем, все было хорошо, но папа говорил, что ему что-то сложно этот раз перестроиться на американское время. У него была усталость и немножко болела спина, и все думали, что это так, как обычно после поездки. В четверг перед уходом он еще работал на работе, и после мне позвонил и сказал, что, наверное, у него какой-то ковид, так как многие сейчас болеют. В пятницу он решил остаться дома, отдохнуть и посмотреть, как он будет чувствовать себя, так как на субботу была молодежная конференция, и он собирался помогать на кухне. В субботу он остался дома, так как еще была слабость, и он еще выходил на прогулку вокруг дома. В субботу вечером мама позвонила мне, чтобы я заехал к ним домой, так как папа нехорошо себя чувствовал. Я приехал, и мы еще вместе помолились, и папа просил, чтобы я ехал домой отдыхать, так как на следующий день еще нужно было помогать на конференции. Видя, что его состояние ухудшается, я вызвал скорую помощь, чтобы его завезли и проверили в госпитале. В госпитале нам сказали, что у него малория, и у них была одна доза сильного лекарства против малории. Они сразу еще заказали несколько доз, и в тот же самый день лекарство пробилось в контакте. В воскресенье после обеда его состояние немного ухудшилось, и врачи ввели его в кому и поставили на вентилятор. Состояние его стабилизировалось, и в понедельник около обеда врачи сказали, что лекарства работают очень хорошо против малории, еще не думая, что еще несколько доз, и у него сжатой малории не будет. Они ему даже просунули трубочку, чтобы подавать пищу, так как вроде все шло к лучшему. Вдруг у него резко упало давление и перестало биение сердца. Врачи где-то 15 минут запускали сердце, и появился пульс. После этого у него было очень критическое и слабое состояние, и врачи никак не могли стабилизировать его состояние. 3 сентября 24 года, в 5.47 утра, наш папа ушел без Господа. Наш папа очень сильно любил каждого из нас, и сколько мог, влаживав в каждого из нас лично. Каждый из моих братьев и сестер были как минимум на несколько поездок с ним на миссии, так как он каждый раз старался брать кого-то с собой. Он был участником более 20 поездок в Африке, более 10 поездок в Мексике, 3 поездки в Украину, и еще много трудился здесь, в поместной церкви, и всегда старался помочь, чем может. Каждый год у нас еще был семейный проект, также высылать посылки в Молдавию для бедных, и особенно сиротам и вдовам. Он почему-то всегда очень много внимания обращал на сирот и вдов, и всех поощрял к добру. Он не раз собирал нас детей и напоминал нам, что делать добро для Господа – это как иншуренс. Сегодня его нужно делать, а в будущем, когда нужно будет Бог вспомнить и воздаст. Он нас упрашивал, чтобы мы никогда не делали минимум, но все, что делали, делали от души, как для Господа. Хотя наш папа физически тяжело работал, у него всегда находилось силы и время, чтобы вечером провести с семьей разбор слова, семейное общение или время пройти на прогулку или покататься с мальчими детьми на велосипедах. Он себя никогда не жалел, и как-то у него получалось всегда уделять время, особенно для семьи. Он много со мной делился своим переживанием, и не раз набрал трехдневный, бывая даже семидневный пост, чтобы Бог дал ему мудрость, как воспитывать нас, особенно моих младших братьев и сестер. Перед его последней поездкой в Африку он мне выразился такой мыслью, что как прекрасно будет предстать перед Богом, не только приведя всех своих детей к Богу, но еще и многих других. Он продолжал разговор и сказал мне, «Даник, я в своей семье и в своем труде всегда старался все делать честно, справедливо, и от всего моего сердца. Было у меня немало ошибок, но я всегда это делал от своего сердца, стараясь, чтобы было лучше». Наш Папа был как Ной, который строил свой ковчег. Многие его часто не понимали и даже иногда насмехались, но он, несмотря на никого и ни на что, продолжал идти вперед. Наш Папа для нас герой веры, и мы благодарим Бога, что хотя на короткое время Бог нам дал такого папу и дедушку. В этот неожиданный и скорбный час для нашей семьи мы очень благодарны всем за ваши молитвы, за вашу поддержку, за благословить за этого каждого из вас Бога. На протяжении последней недели я просматривал много из моего отца записей и фотографий. Еще с 2015 года у него был один стих записанный, который появлялся очень часто, почти в каждую поездку, когда он ехал в Африку, в его записи. Он никогда это с нами не делился, но я хотел бы сегодня прочитать это сегодня всех нас. Бывают жизни иногда от непосильного труда, устала голову склоня, миссионер почти заплачет. Устал я, Господи, прости, среди житейской суеты, так мало рук, надежных рук, чтобы понять, что рядом друг. О, миссионеры, ваше дело не забыто у Христа, Бог сегодня с нами, славить будем Господа Отца. Однажды кончится твой путь, и в небе, на аллеях рая, ни разу слышишь сердце стук, и кто-то искренне вдруг скажет, Ты мне о Господе сказал, ты мне помог прийти к Иисусу, ради меня ты уставал, и я в воле с тобой, с Толюся. Я читаю, что все, мои друзья, Натали, Юлиан, Ина, Алекс, Эрик, Самюл, Марина, Яна, София, Jacob Emma and Johnny may the church that gathered today all our family and friends remind us throughout the years the legacy that our father has left us for us and help us stay accountable to the standards of faith that he left as an example for each and every single one of us living on this earth I mean I mean